Завершаем сравнение результатов логистической регрессии и деревьев классификации итоговыми таблицами классификации. Мы видим, что интересующая нас категория в деревьях классификации предсказывается в 15% случаев. Правильно предсказывается. Из 100. В логистической регрессии, в 10 из 100. То есть есть небольшой выигрыш в смысле предсказания именно более редко встречаемой категории, которая и выступает в нашем случае предметом нашего интереса. Стигается это приращение за счет, как я уже говорил, более глубокого проникновения метода в различные сочетания категорий предикторов. Причем, как это ни парадоксальным, более глубокое проникновение в деревья классификации происходит с меньшими затратами усилий аналитика и меньшими затратами оперативной памяти компьютера, чем это происходит в логистической регрессии при сравнимом или менее глубоком проникновении. В логистической регрессии, напомню, нам удалось рассмотреть только уровень трехмерный, двухмерный и одномерный, а в деревья классификации мы получили проникновение на восьмой уровень. Восьмой-шестой, учитывая, что происходит на определенных уровнях повторения уже взятых предикторов, поскольку мы используем, как я уже говорил, Exhausted Chate. Есть еще одна важная деталь, исходно-техническая, но которая приводит к содержательным результатам. Логистическая регрессия предполагает наличие контрольной группы. Выбор той или иной контрольной группы может повлиять на результаты пошагового отбора предикторов. В деревья классификации контрольной группы нет, поэтому можно считать, что пошаговый отбор значимых предикторов в деревьях классификации более устойчив и заслуживает большего доверия. Еще одно важное техническое различие, ведущее к содержательным различиям результатов. Продолжение следует... Продолжение следует...